Так, кто у нас еще? Олеся, да? Так, Слава, а куда вы с Марком и Серафимой поедете летом отдыхать? Как часто вы сейчас бываете в Одессе? Ну, я буквально вот вчера вернулась из Одессы. Отдыха не планируется у меня. Если планируется, то это, наверное, будет спонтанно, потому как это лето, у меня будет гастроль по стране с запуском арт-пикников. Поэтому вот как-то так. Но мои дети-путешественники, они очень много, если не со мной, то, значит, семейством путешествуют. Мы очень любим нашу страну, у нас такой активно развит внутренний туризм, и мы продолжаем это генерировать. И более того, с этого года у нас запускается направление туризм, где мне бы хотелось помочь нашей стране развить это направление. И поэтому я готова всячески рассказывать о своих впечатлениях от посещения того или иного города или того или иного исторического места, которыми богата наша земля, наша страна, и о которых мы, конечно же, не знаем. Или знаем, но не в достаточной степени. Поэтому вот так вот. Планируете ли вы проводить арт-пикник в Одессе? Да, планируем, и надеемся, что все одесситы активно примкнут к нашему проекту и покажут, что такое Одесса, что такое одесситы, как они любят свой город, потому что суть нашего проекта – это не демонстрация чего-то. Многие считают, что мы фестиваль или занимаемся только детками, но это, конечно же, так считают те, кто не погружены в тему, те, кто не знают на самом деле, что это за проект. И поэтому очень важно, чтобы такая инициатива появилась. Для меня важно, как одесситки, чтобы такая инициатива появилась в моем родном городе и помогла нашим амбициозным землякам прокричать на всю страну, на весь мир о том, какая у нас прекрасная страна, какая у нас прекрасная Одесса, какая она талантливая и прогрессивная. И, безусловно, в Одессе очень много разных культурных инициатив, и мы также готовы дать возможность им развиться в рамках нашего проекта. Дать старт им с нашего проекта и дальше, чтобы они могли продолжать процветать и быть полезным людям. Вот я только вернулась из Одессы, и меня очень впечатлило, какая большая и насыщенная культурная программа предложена одесситам. Мы здесь из Киева, к сожалению, не имеем возможности слышать локальные новости, локальную информацию. Я специально включила радиостанцию для того, чтобы послушать, чем живет город, что город предлагает своим горожанам, и просто была поражена такому количеству разных культурных событий, концертов, выставок, мероприятий, фестивалей. Одесса живет очень активно. Мне кажется, ей просто не хватает рупоров среди, если так можно сказать, ответственных одесситов, которые любят свой город и хотят, и гордятся им. В общем, у нас материал для того, чтобы популяризировать наш любимый город, материала, чтобы популяризировать наш любимый город, предостаточно. Сергей Слава. В этом году зрителя приятно порадовал грузинский певец Гочи, который похож на Джо Кокера. Скажите, пожалуйста, может, ему стоило идти на «Х-фактор», и у него там больше шансов на победу? Сергей, да, я уже говорила о нашем участнике Гочи, который даже какое-то время пел в церковном хоре. Вообще очень человек с интересной судьбой. Но все же я считаю, что для «Х-фактора» Гочи слишком харизматичный и необычный. Я бы не обозначила, что талант Гочи певческий, что это идеальный вокал. Я, наверное, обозначила Гочу как яркого артиста в совокупности, который может открыться в первую очередь в таком проекте, как «Украина моя талант». Потому что у нас проходят номера, когда человек не обладает идеально отточенным вокалом, непрофессиональным вокалом, но он достаточно талантлив и яркий как артист в целом. На него приятно смотреть, ты поражаешься его необычной манере. Но, безусловно, за рамками нашего проекта или в таком вокальном шоу, как «Х-фактор», мне кажется, шансов у него было бы меньше. Это мое субъективное мнение. Вполне возможно, Игорь, как человек, который находится в двух проектах, мог бы прокомментировать это иначе. Тарас пишет. Слава, уже седьмой сезон «Украина моя талант». Скажите, какие таланты вас удивили? По большому счету, меня каждый раз кто-то чем-то удивляет. И хоть я видела очень много, и более того, ведь я не только замкнута на наших украинских талантах, я очень много путешествую и, безусловно, хожу на всевозможные шоу, на разные проекты. Мне интересно, чем живет мир. И могу сказать, что то, что видел наш украинский зритель, наш украинский зритель, грубо говоря, очень разбалован, потому как уровень наших участников, особенно цирковая школа, просто высочайшая. Наверное, в связи с этим наши ребята так популярны, и, к сожалению, они не признаны здесь, в нашей стране, потому что нет пока что рынка, и они не настолько востребованы, как за рубежом. И поэтому их с руками-ногами выхватывают, забирают в разные проекты, такие как «Цирк Дюселей», где они, безусловно, становятся всемирными звездами, и это, безусловно, для наших ребят большой шанс. То есть школы, такие как цирковые, у нас очень серьезные, уровневые. Хотелось бы, чтобы в нашей стране были такие проекты, где они чувствовали бы себя мировыми звездами, были признаны, и чтобы люди для того, чтобы посмотреть на наши таланты, съезжались бы со всего мира. Я надеюсь, мы этого достигнем. Ну, во всяком случае, если вы подключитесь, то у нас это получится рано или поздно. Мария пишет. Нет, Марыся, я прошу прощения, Марыся пишет. Слава, у меня к вам несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вы в данный момент влюблены? Какая вы, когда влюбленная? Ваши три самых любимых места в Одессе. Куда посоветуете поехать? На Майске? Будет ли арт-пикник в этом году? Если да, то где, когда и как долго? Мне кажется, я всегда влюблена, потому что чувство влюбленности очень важно для любого человека, который занимается творчеством и который работает с людьми. Это чувство надо в себе сохранять даже в моменты или в периоды одиночества. У нас принято, наша славянская душа должна в себе уничтожить... Вот я так в лентах смотрю, я имею некий срез нашего менталитета. Мы умеем сгорать. Это то, что в Европе люди не знают, как можно любить по-испански со страстью до последней капли крови. Они себя очень сильно берегут, и в этом смысле их любовь перитетная, она более деловая. В нашем же случае, в нашей крови, в нашем менталитете, любовь, она всегда связана с жертвами, с остротой восприятия, с какими-то переживаниями, трагедиями. В общем, целое кино. Я же все-таки человек, который старается искать баланс, потому как я, тем более являясь южанкой, знаю, что такое непонаслышке сгорать от любви или переживать. И до последней капли, вот все, как мы любим. И вот по прошествии времени я вдруг поняла или для себя открыла один такой очень интересный момент. Я не знаю, это вряд ли кому-то поможет, пока ты этого не достигнешь, не переживешь своим собственным опытом, но просто так прокомментирую. Как важно сохранять в себе любовь, потому что любовь – это как талант, это определенный дар, которого нет вот так, да, не будет высыпано на нашу голову, так нам по жизни, как здоровье, как жизнь, да, она имеет свои границы, пределы. И любовь надо беречь, любовь надо приумножать, любовью надо делиться. И если ты не можешь, если у тебя там любовь неразделенная, допустим, ее совершенно не обязательно уничтожать в себе, опустошать себя, потому как без любви мы с вами как цинковое пустое ведро, знаете, так громыхаем, бессмысленно все, что мы с вами делаем. Поэтому даже если вы переживаете трагическую любовь или какую-то сложную, болезненную, не забывайте повторять себе, что вы находитесь, вы владеете просто бессмертным сокровищем, которое нужно сохранить в себе. Одно дело построить отношения с человеком, который эту любовь вас зажег, не знаю там, да, как это бывает, у кого как. Но другое дело — это идти по жизни с этой любовью. Поэтому мой опыт мне помог в этом вопросе разобраться, и теперь я свою любовь всегда несу в себе. И что бы ни происходило в моей личной жизни, какие бы потрясения, переживания, потери или приобретения со мной ни происходили, я всегда с любовью. И этому просто безгранично счастлива, потому как у меня перестало так болеть, как в те времена, когда я свою любовь не просто теряла, а сама же себе выжигала. Вот, берегите это чувство. Поэтому, да, я влюблена, да, я всегда с любовью, и всё, что я ни делала, безусловно, имеет отражение этих чувств. Три самых любимых места в Одессе. Да вся Одесса. Вы даже не представляете, как я люблю этот город, и там просто куда ни плюнь, в хорошем смысле этого слова, там будет место, куда некуда плюнуть. Всё, что начиная там от еврейского кладбища, заканчивая корненобугазом, вот просто всё родное, всё близкое, всё прекрасное, всё требует также любви. И много разрушенных, потрясающих зданий, которые хотелось бы, чтобы всё-таки были восстановлены. Есть ещё куда копать, над чем работать. Но даже в этом состоянии, и даже в том состоянии, в котором я помню Одессу ещё в свои школьные годы, когда это было просто развалено, побитое молью, она была прекрасна, и она была великолепна. А сейчас она потихонечку расцветает, и, безусловно, ей нужно немного помочь. И самое главное, ей нужно немного любви для того, чтобы она окрепла и продолжала радовать не только своих горожан, но и людей, которые туда приезжают. Потому что для нас это крайне важно. Спасибо. Спасибо.